ОМТВЮА про Головне. Путин понимает, что войну он проиграл. Теперь у него новая задача. Курская операция ВСУ может оказать решающее влияние на исход российско-украинской войны. Просто ее надо грамотно продолжить. Несомненные чисто военные успехи украинской стороны оперативного характера. Но гораздо более масштабно ее стратегическое психологическое воздействие на умы лиц, принимающих решения, как в Вашингтоне, так и в Москве. До этого представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что атака в Курской области – это суверенное дело Украины. И решения относительно таких действий остаются за Киевом. «Смелая, блестящая, прекрасная» – так назвал украинскую трансграничную операцию сенатор-республиканец США Линдси Грэм во время визита в Киев в понедельник межпартийной делегации Сената. «Сенатор-демократ США Ричард Блюменталь назвал ее исторической и сейсмическим прорывом». «Кобабки не ходят». «Сенаторы не ограничились своими восторженными поздравлениями. В своем заключительном комьюнике они, к моему громадному удовольствию, изложили «My Theory for Delivering Victory to Ukraine», представленную Вашим покорным слугой в серии статей на Киевпост и Каспаров.ру. «Выслушав президента Зеленского, мы настоятельно призываем администрацию Байдена снять ограничения на оружие, поставляемое Соединенными Штатами, чтобы они могли более эффективно наносить удары по российским захватчикам». «Кроме того, президент Зеленский сказал нам обоим, что он будет стремиться пополнить свои ВВС, создав программу по привлечению отставных летчиков-истребителей НАТО F-16. Мы поддерживаем эти усилия. Украина уже выставляет подразделения борцов за свободу на земле, и эти добровольческие силы должны быть воспроизведены в воздухе». Трусоватый, осторожненький Запад явно осмелел, а это еще президент Макрон не вышел еще из своего Олимпийского перемирия. «Мы готовы использовать все средства для достижения нашей цели, которая заключается в том, чтобы Россия не победила». Что касается путинского лагеря, то наибольшую угрозу диктатору представляют сегодня непоследовательные противники войны. Их лидеры и активисты убиты, изгнаны или брошены в тюрьмы. А взращенная войной патриотическое «Зет-быдло», требующее продолжения кровавого балета. «Я надеюсь, СВО пройдет, как задумано лидером. Мы славяне, мы единая группа народностей. Хотя пока Украина это не все осознает, но я надеюсь, осознают скоро, все это будет хорошо». «В этой среде уже несколько месяцев зреет страшное подозрение. Царь ненастоящий. Курская конфузия грозит обратить это подозрение в определенность». Военный преступник по решению Гаагского суда и герой русской весны по версии «Зет-патриотов» Игоря Стрелков-Гиркин дал новый прогноз по войне в Украине. Он считает, что следующие удары ВСУ будут по крымскому направлению. Жена Гиркина публикует фрагмент его письма, который он написал из фирмы. «В отношении ситуации на фронте внимательно слежу, считая удар Украф в Курской области отвлекающим. Следует ожидать второго, главного, в котором они основные задействуют свои остальные резервы и авиацию F-16. Простите, так действительно в тексте не очень понятно и путано. Вероятнее всего в крымском направлении». Сам недофюрер прекрасно понимает, что ту мировую войну, которую он объявил Западу 24 февраля 2022 года, «собирайте манатки и убирайтесь вон из мировой истории». Он безнадежно проиграл еще в Гастомельской битве. Властелина мира из него не получилось. И он отчаянно пытается решить другую, в прямом смысле, экзистенциальную для него проблему – остаться у власти и, следовательно, живым в проигравшей войну стране. Для этого он уже несколько месяцев назад начал пачками арестовывать генералов, назначенных им виновниками поражения. Несчастного Герасимова, который из какого-то подвала, клятвенно обещал ему изгнать украинских оккупантов к концу рабочего дня, мы с вами видели в последний раз. Таким и запомним его с вечно плаксивым обиженным лицом. «Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено». «Чего не смеетесь-то? Не смешно! Не поняли, да?» «Курская катастрофа заставляет меня внести коррекцию в план победы Украины». Первоначальная версия, поддержанная 12 августа в Киеве делегацией Конгресса США, предусматривала получение Украиной 150-200 современных западных самолетов и дистанционное уничтожение крымской группировки противника. Его практическая реализация потребует двух-трех месяцев. Представляется, что последние события значительно понизили порог выживаемости режима. «Операция нашествия будет самой крупной в истории с применением супертехнологий». У Украины уже есть как минимум 10 истребителей F-16, оснащенных ракетами Storm Shadow или Scalp. Есть Atacams с дальностью до 300 километров. Полагаю, этого добра хватит для полного уничтожения к чертям собачьим Керченского моста. «Решение весьма банальное, но эффективное». Срок подготовки операции – 2-3 недели. Можно еще уложиться в традиционно драматический для российских режимов август – уничтожение символа расистской экспансии, срезонировав в массовом сознании с курским позором второй армии мира. «С военной точки зрения это уже, но однозначно, успех противника». «Россия сейчас ничего с этим не может поделать». Просто взорвет горючую смесь не до фюрера, не до армии, не до патриотов, вооруженное до зубов зет-быдло вместе с уголовниками, ринется из окопов Курска и Донбасса по адресу, указанному в его последних памфлетах, убиенным Пригожиным, в рублевские усадьбы жирующих олигархов и генералов, бросивших их в безмозглую братоубийственную войну. Этот крах российского социума уже начался, и остановить его будет невозможно. Государства нет, вы что, не понимаете? Нет государства вообще. Пасти его уже невозможно, и не очень-то и нужно. Украина ценой огромных человеческих жертв предотвратила выброс расистской магмы в благополучную Европу. Лица и институты, претендующие сегодня на роль лидеров свободного мира, могут и должны в кратчайшие сроки помочь Украине очистить свою суверенную территорию от токсичных продуктов распада российской государственности. Мы должны исходить из того, что мы можем проиграть. Можем. Если дальше будут такие ляпы, мы можем проиграть. Главное сообщение для Украины – продолжайте в том же духе. Мы тоже будем продолжать вас поддерживать, но Украина явно победит. В докладе Пентагона утверждается, что у США нет свидетельств нарушения ВСУ запрета на нанесение ударов дальнобойным американским оружием вглубь России. Модернизированная версия этой ракеты способна поражать цели на дальность до тысячи километров, то есть способна бить по Москве.